Лицо скрытая маской и искры во все стороны. Так в глазах обывателей выглядит работающий сварщик. Мало кто знает, что на самом деле виды сварки бывают разные. Самый современный из них – плазменная обработка металлов, когда сварка идет с помощью специальной дуги. В России производителей подобного оборудования до последнего времени не было, но теперь есть те, кто и на плазматронах пробуют сделать бизнес. В бизнес-кете сегодня компания, предлагающая технологии плазменной обработки металлов. Владислав, исследования технологии плазменной обработки металлов в мире ведутся довольно давно. В чем ваша инновация? Мы имеем работу с повышенными температурами. Соответственно, классическая теория сварочных процессов, когда я изучал это, они пришли к выводу, что разрушение плазматрона будет происходить быстрее, чем воздействие на металл. Но нами была разработана эффективная система охлаждения плазматрона, что позволило нам создать инструмент по своим габаритам и удобству использования, сравнимым с обычной аргонодуговой сваркой. И опять за счет повышенной температуры мы имеем увеличенную скорость сварки. Все это приводит к тому, что мы получаем качество сварного шва как качество основного металла. Кстати, вот если говорить простым языком, что такое плазма? Простым языком плазма это четвертое состояние вещества. То есть это, если мы берем газ и проводим через него электрический ток, то вот мы получим состояние вещества, которое называется плазма. Самое простое для понимания это все-таки солнце. То есть мы имеем высокие температуры в газообразном состоянии. Качество шва лучше, быстрее намного нагревается, процесс быстрее проходит. И шов получается крепче, чем на обычной аргонодуговой сварке. Нравится толстый металл, быстро варишь. Очистка лучше, меньше подготовки перед сваркой проводить надо. Как бы искр нету вообще и не летит ничего. Я знаю, что в поисках денег вы решили прибегнуть к нестандартному для стартапа способу. Вышли на биржу. Вот чем вызвано такое решение и как считаете оно было успешным? Да, в 2010 году мы решили искать инвестиции для того, чтобы запустить серийное производство. В итоге в августе, в сентябре 2011 года у нас состоялось размещение ценных бумаг на бирже. Те цели и задачи, которые мы ставили при выходе на биржу, нами достигнуты не были. То есть вы не собрали денег? Мы не собрали того объема денег, которое нам необходимо было для серийного запуска оборудования на текущий момент. Мы зарабатываем тем, что с использованием наших технологий мы оказываем услуги. Услуги по изготовлению изделий из алюминия, услуги по ремонту изделий из цветных металлов и алюминиевых сплавов. То есть мы нашу технологию продаем не в виде молотка, а в виде услуг, которые мы оказываем с помощью этого молотка. Но тем не менее серийного производства плазматронов до сих пор нет. Ну мы в шаге от этого, то есть мы имеем ряд образцов, которые обеспечены полной технической документацией, реализованы в виде опытных образцов. То есть в течение полугода мы начнем реализацию. Сварочное оборудование на основе плазменной дуги производят в основном в странах Европы, Швеции, Финляндии, Италии, Германии, Австрии. Объем мирового рынка всей сварочной техники в 2013 году составил 50 миллиардов долларов. Впрочем, на долю плазменной сварки приходится лишь около 5%. Показатели российского рынка гораздо скромней. Менее миллиарда долларов при той же доле плазменных технологий. Отечественные компании, отставая от зарубежных игроков, в последнее время нередко создают совместные предприятия с иностранными производителями. Цена на российское оборудование, как правило, заметно ниже, чем на европейское, хотя и выше, чем на китайское. У вас, кстати, какая-то очень интересная позиция по отношению к потенциальным клиентам. Вы не собираетесь продавать свою продукцию обезличенно только каким-то конкретным определенным покупателям. Почему так? Эта позиция, она занята только на текущий момент. То есть оборудование новое, технология новая. Ей не обучают, к сожалению, в техникумах сварщиков. Соблюдение правил эксплуатации сказывается на качестве получаемой продукции и на работоспособности самого оборудования. Вы хотите сказать, что у вас такое сложное оборудование, что не каждый сварщик с ним справится? Нет, мы хотим сказать, что нужно читать инструкцию и соблюдать технологию. К сожалению, не каждый сварщик читает инструкцию, да, начинает сначала брать в руки инструмент и стучать, а потом оказывается, что... Он ломается. Да, но в дальнейшем, я думаю, все будет проще. То есть будут инструкции, будет сервисы, поставлена сервисная служба, и уже она будет определять гарантийный случай там или нет. Кого вы видите своими клиентами? Особый интерес представляют такие отрасли, как там атомная промышленность, космическая промышленность, там, где активно используются сложно легированные различные стали. Но при этом мы не забываем там и про обычный автосервис, который использует обычно в ругонодуговую сварку для ремонта литых дисков, для сварки каких-то деталей машин. И наша задача доказать, что они получат более качественный сварной шов, что немаловажно, и при этом получат экономию на расходных материалах, в том числе и газе. Наши разработки, да, позволяют быть представленными как на рынке малого и среднего бизнеса и оказанию услуг населению, там, B2C, что называется. Также и быть полезными, там, B2B. Например, производство цементовозов, бензовозов, производство железнодорожных цистерн. То есть оно предназначено для больших объемов производства. Сам плазматрон выдерживает более тысячи включений. Работает по принципу 24 часа, 7 суток, меняются только сварщики. Также нами была изготовлена мини-установка, работающая от стандартной розетки 220 вольт для автосервисов, ну, для малого и среднего бизнеса. Насколько я понимаю, прямых конкурентов на российском рынке у вас нет. Но все-таки с кем-то приходится бороться за клиентов. Есть классические методы сварки, к которым все привыкли. Это обычная аргонодуговая сварка на переменном токе вольфрамовым электродом. Это, прежде всего, основной наш конкурент, да, на текущий момент. Активно растет рынок клеев, то есть и при соединении металлоконструкций начинают использовать клеевые конструкции. Если взять ценовой фактор и сравнить ваш аппарат, ну, там, с каким-нибудь самым распространенным, самым обычным? Если сравнивать с европейским производителем, то наш аппарат будет дешевле, дешевле процентов на 20, чем среднеевропейский аппарат для аргонодуговой сварки. При этом еще будет существенная экономия на расходных материалах. Сколько стоит один плазматрон? Сам аппарат стоит, там, от 200 до 400 тысяч рублей. Опять же, это зависит от того, работает ли он, там, от обычной сети, там, 220 вольт, либо это промышленная реализация, там, по 380. Мы открыли дочернее предприятие в Германии, в городе Штуткарт, и очень успешно, так как я это вижу, продвигаемся в этом направлении. Мы сокращаем значительно рабочий процесс с точки зрения время. Особенно для европейских стран время – это деньги, рабочая сила – это даже большая, основная часть растратов. Тот уровень и то качество, которое предоставляет наша технология, здесь еще не в том объеме востребовано, как это требуют те же самые немцы от этой технологии. И поэтому нам еще пока не удалось серьезно выйти на русский рынок. Возвращаясь к финансам, все же сколько нужно средств, чтобы запустить серийное производство, и где собираетесь их брать? На текущий момент наша инвестиционная программа оценивается примерно в 5 миллионов долларов. Соответственно, мы рассматриваем несколько инструментов привлечения, в том числе это привлечение стратегического инвестора. Какие у вас планы на ближайшее время по объему производства, по доходам? По итогам 2018, может быть, к середине 2019 года выйти на показатель 1 миллиард рублей от реализации нашего оборудования. Какова ваша конечная цель? В целом построить компанию либо в партнерстве уже с крупным производителем сварочного оборудования, либо самостоятельно, которая будет представлена как минимум на азиатских и европейских рынках, тогда в идеале еще и в Америку бы попасть. Но не получив опыта продаж и не столкнувшись с какими-то сложностями на локальном рынке, мы пока не готовы к выходу на международные рынки. Для того, чтобы эта идея, хорошая идея, использование даже хорошо сконструированного плазматрона, стала технологией, которая продается, нужно, чтобы она стала популярной. И это основной риск проекта, наверное, на сегодняшний момент. Второй существенный риск проекта заключается в том, что технология подразумевает производство. И здесь надо сделать целую линейку устройств, которые были бы качественно сделаны, изготовлены в хороших красивых корпусах, имели бы хороший сервис. Это большая непростая работа. Если удастся сделать такую линейку оборудования и прежде всего совместить преимущество плазматрона с роботами, потому что именно в автоматической сварке плазменные технологии дают наибольший эффект, это будет существенный прорыв.